Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Орфей. Орфей, по представлениям греков, величайший певец и музыкант, сын музык Калиопа и Аполлона, по другой версии фракийского царя. Орфей считался основателем орфизма, особого мистического культа. Аполлон дал Орфею лиру, с помощью которой тот мог приручать диких зверей и двигать скалы и деревья. Орфей путешествовал вместе с аргонавтами и помогал путешественникам своей музыкой. Возвращение из плавания Орфей женился на Евредике. Когда Евредика погибла от укуса змеи, Орфей спустился за ней в подземное царство, очаровав пением сторожившего вход Кербера. Орфей удалось также растрогать владык подземного царства, Диса, Аида и Персифону, и они позволили Евредике покинуть Аид вместе с Орфеем при одном условии. Орфей должен идти впереди и не оглядываться на жену. Забыв об этом условии, Орфей вторично потерял Евредику и после этого бродил по Фракии с песнями о своей несчастной любви. До тех пор, пока его не растерзали обезумевшие от ревности женщины, то ли фракиянки, то ли вакханки, участницы дионисских празднеств. Согласно более поздней легенде, музы собрали останки Орфея и придали их огню. Однако голова Орфея, продолжая петь вместе с его лирой, прибыла на остров Лесбос, родину лирической поэзии. В этой легенде французские живописцы Моро и Ридон усматривали символически выраженную идею бессмертия поэта. Уже в VII веке до н.э. Орфею приписывалось множество стихов, впрочем, так называемые орфические гимны были написаны гораздо позже, в римскую эпоху. На надгробиях, относящихся к эллинистической эпохе, находятся стихи, которые умерший в соответствии с орфическим культом должен был произнести при входе в преисподнюю, где его душа очистится судом и наказанием. Отражение орфического представления о том, что душа может стать свободной только оторвавшись от тела, мы находим у Платона и у Вергилия. К образам орфея и евредики поэты обращались во все эпохи. К примерам, приведенным в статье о евредике, можно добавить и легии Андрея Шиньея и сонеты Орфею Рильке. Ну вот так в рации справочника о Орфее, по представлениям греков, величайших певцей и музыканте. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok